С министра я спрошу и с премьер-министра за то, как посольства за рубежом стали представительствами, прежде всего торгово-экономическими представительствами, зонтиком, крышей, если хотите, для действий наших предприятий, наших министерств и ведомств по реализации нашей продукции за пределами нашей страны. И конкретный пример, я уже об этом публично высказался, хочу конкретизировать. Сегодня, естественно, у нас сложились в связи с неприличными действиями этих негодяев российских, у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений. Вопрос не только потому, что это наша основная компания, хотя это не основной налогоплательщик, но очень крупный. Вопрос состоит в том, что это все-таки действительно коллектив, это градообразующее предприятие, это лицо нашей страны, это прекрасное предприятие. Мы туда немало вложили труда и средств для того, чтобы после лихих 80-х, 90-х привести в чувство это предприятие. Там отличный коллектив, город красавец построен и так далее, и так далее. Ну и вообще у нас шахтеров в большей стране, кроме них, нет. С любой стороны, с какой ни подойти, это ценность для нашего государства. И мы не то что потерять, мы его, конечно же, не потеряем. Никогда в жизни мы его не потеряем и никому не отдадим на растерзание. Мы должны как можно быстрее войти в то русло деятельности этого предприятия, каково оно было в лучшие периоды. А в лучшие периоды, вы знаете, что больше 3 миллиардов долларов дохода получала страна от реализации калийных удобрений. Понятно, что рынок сейчас непростой, он до обвала был сложным, потому что экономика в кризисе мировая. А действия акционеров со стороны Уралкали еще больше осложнили ситуацию на международном рынке калийных удобрений. Тем не менее, мы полны решимости нормализовать эту ситуацию. Я почему-то убежден, что и россияне примут соответствующее решение, и руководство России такую мощную компанию российскую без внимания не бросит. Рано или поздно для того, чтобы восстановить статус-кво и то, что было ранее, они придут к нам. По крайней мере, мы не против того, чтобы работать так, чтобы были большие доходы. Что для этого надо сделать, вполне понятно. Я это все говорю к тому, что вот эту проблему надо решать сегодня. Я надеюсь, что Министерство иностранных дел, выполняя мои поручения, которые я дал им еще около трех недель тому назад, интенсивно в этом направлении работают.